Всем доброго времени суток! Продолжим наш разговор о птичках. Теперь уже, если будут маленькие птички сегодня, то чисто случайно. И вот эта брошка далеко не маленькая. И приобрела я ее в самом тоже начале своего увлечения. В самом-самом начале, буквально, наверное, в первую неделю. Потому что брошка явно очень старенькая. И жемчужин здесь, конечно, не было. Так много яиц нанесли, да? Да, забавная такая брошка. Украшена она еще и вот и кристаллами. И кристаллы тоже я вклеила. Вот здесь не было ни одного кристалла. Их всех повынимаю. А, нет, вот здесь вот был один. Есть. Здесь на этой брошке, да, и глаз не было. Вот я вклеила маленькие кристаллы. Вот на этой брошке, видите, на хвостиках еще старые кристаллы держатся. И вот здесь тоже на ветке. Я просто даже затрудняюсь определить, или это кабошоны такие стеклянные, прозрачные, либо это кристаллы, но какие-то такие все скругленные. Вроде там что-то похожее на грани есть, но не очень. Поэтому, не знаю. В общем, я тут уже приложила руки. Вот надо же. Вот такие две птички. Столько у них, огромное количество яиц нанесено. Брошка, конечно, старая. Думаю, что сороковые годы. Это вот ее спинка. Тяжеленькая, металла здесь много. Так. Так, а теперь птичка тоже немаленькая. Вот такая ласточка. И это ласточка от компании Сваровски. Сияющие кристаллы. Красивая ласточка. Где-то у нее есть вот лебедь. Маркировочка. Возраст этой брошки мне неизвестен. Всегда неизменно очень хорошо держатся кристаллы в этих брошках от Сваровски. Очень качественные украшения. Так. Я напомню вот эту брошь, эту чайку. Очень красивая. Голубенький пластик. Так. И это, по-моему, тоже Денмарк. Да. Вот B&D Денмарк. И Денмарк это Дания, оказывается. По-моему, в прошлом видео, да? Козырнула безграмотностью и назвала это Норвегия. Нет, конечно, Дания. Меня поправили. Мне только, знаете, вот у этой брошки очень странно прикреплена булавка. Ну, как же ее пристегивать-то? Вот так, что ли? Может, это не птичка? Похоже на птичку. Или, если вертикально, то тут как-то вот свобода появляется вот в таком направлении. Ну, ладно. В общем, вот. Так, теперь птичка качается на веточке. Вот так. Тыц-тыц-тыц-тыц. И это птичка от компании Джей-Джей. Состояние у него очень хорошее. Сейчас покажу маркировку. Не помню, где она. А, вот. Угу. У них была, похоже, серия вот птичек. Ой. Но у меня только одна. Вот такая. Я видела, находила в интернете и других птичек, похожих на эту. Тоже аналогично украшены кристаллами. Но сюжет там другой. Там уже не на веточке качается, а сидит на почтовом ящике. А вот эта брошка серебряная. Я припоминаю, что куплена она где-то год назад. По-моему, как раз перед тем, как заболеть ковидом. Вот. Встретила эту брошку в интернете на аукционе eBay. И вот тогда купилась. И к ней было, с ней вместе продавалась еще и серьга. Ага. Вот она. Здесь же рядышком лежит. Серьга на винте. И вторая серьга уже утеряна. Ну, положим ее сюда. Вот. И о том, что это серебро, есть маркировка стерлинг. Надеюсь, не перевернула. Красивая. Красивая брошь нарядная. Тоже не маленькая. Сияющая. Очень здорово. Люблю такие брошки. Так. А вот птичка от Кора. Здесь было много клея и другие кристаллы стояли большие, не по размеру. Они один на другой наваливались, приклеены были. И глаза не хватало. Глаза отличаются. Мой кристалл и родной. Я не знаю, родной ли это. Наверное, родной. Вот это мой, а это родной. И они разного цвета немножко. Вот. И не хватает здесь затворчика вот этого крючка. Фиксатора. Вот. И о том, что это Кора Пегас. Маркировка. Симпатичная брошь. Я ее прям так и вижу. Наладскание жакета. Красивая. Ой. Так. Ловко. Игла торчит. Так. Я покажу вам еще брошь от Сара Кавантри. Да, меня... Я все время говорю Сара Кавантри, Сара Кавантри. Не Кавантри. Хотя там прописана буква О, конечно. Но меня, моя семья, это поддержали в этом. Сказали, что нужно произносить Кавантри, а не Кавантри. Ну, так я уж и буду. Не всегда я все правильно произношу. Ну, вообще очень... Ха. Ладно, я лучше помолчу о своем произношении. Но тут я попала в десятку. Они сказали, что все правильно говорю. Да, и о том, что это Сара Кавантри. Ну, там, под углой. Ой, а может не там? А вот. О том, что Сара Кавантри. Маркировочка. Так, я видела, по-моему, такие вот серьги, клипсы, по-моему, клипсы были. Так, где еще птички? Ага, есть у меня вот такая совушка. Это совушка винтажная. Ну, наверное, она не очень старая. Я думаю, что, может быть, 60-е, 70-е. Мне так думается. И мне кажется, что я видела такую брошь уже маркированную. Но на моей маркировке нет. Такая совушка есть, немаленькая. Симпатичная брошь. Она тоже в самом начале была куплена. Так. А вот эту брошь, я вам еще не показывала ее. Я ее купила в нашем антикварном магазине. Вот видео, которое я вам показывала в антикварной лавке, это оттуда. И, да, это не брошь, это клип, ферклип, меховой. Да, и где-то, по-моему, маркировка была, нет? Показалось, что ли? Ну, значит, не было. Не было маркировки. Здесь не хватает кристаллов. Вот видны вакансии. И у меня кристаллы есть, только нужно заставить себя и вклеить, да? И здесь кристаллы такие блестящие. Уже ближе, видимо, к современному, что ли. Ну, хорошие, качественные кристаллы, наверное, из воровских. И у меня такие есть. Итак, брошька от Laurel Birch. Единственное украшение этого дизайнера в моей коллекции. Красивые гуси здесь. Замечательные. Маркировка тоже есть. Красивая брошька. Так, есть еще вот такая. Вот тоже в самом начале была куплена вот эта птичка. С кристаллами Аврора Бориалис. Она, очевидно, предполагалась еще на босы надеваться. Либо на цепочках, где-то тут продевать цепочки, чтобы носить ее как подвеску. Ну, вот. Можно брошкой, можно как подвеску. Так, и еще. Ага. Ой, вот. Тогда же в начале мне очень понравился вот этот павлин. Павлин-мовлин. Вот с таким живым хвостиком. Очень, очень симпатичный. Не хватает одной подвесочки вот здесь вот утеряно. Но все равно очень симпатичный. Маркировки на нем нет. Магнит не магнитится на нем. Нам Елена показывала три брошки с бложки ее канал. Она показывала точно такую же брошку. И магнитик ее примагничивал. Ну, там металл другой. Моя не работает с магнитом. Симпатичный. Павлин. Так, и еще есть вот такая птичка. И это Хаминбелд. Нектарница. У нас здесь они водятся. И я вам уже показывала в своих садовых видео. Так. Только хвостик здесь длинный. Ну, они вообще-то разные бывают. Бывают и с длинными хвостиками. Но вот это все равно Хаминбелд. Маркировки не было, помнится. Нет, не было. Симпатичная брошка. На ней было какое-то пятно. Я уже не помню, где оно было. Потому что я купила белую эмаль, замазала его. И все. Его больше нет. Так. Есть еще вот такие птички. Брошка серебряная. Об этом есть маркировка. 925 наверху вон. И птички вырезаны из кости. Это кости. И они приклеены на клей. Поэтому кость отреагировала на химию. И потемнели они. Вот такие желтые стали. Я заметила, что все брошки из резной кости. Они обязательно прикручены. Механическим способом прикреплены. Но здесь вот так. На этом я остановлюсь. Потому что больше я птичек не нашла. Не попались. Но где-нибудь-то, наверное, есть еще птички у меня. Ну, будет в догонку, значит, покажу еще. А пока я хочу показать вам... Я получила посылку. Сейчас передвину. Итак. Я получила посылку от родственников с очень старыми брошками. Сейчас я вам их покажу. Посылку я, конечно, распаковала. Это вот просто коробочка. Сейчас покажу вам. И здесь... Ой, бумажка. И здесь кое-что интересное. Давайте я начну вот с самой, наверное, вот с этой пластиковой броши. Здесь, не знаю, ну, люцид, наверное, какой-то. Я думаю, что это пластик. Хоть видны какие-то полосы, но я уверена, что это не кость. Уж больно такой блеск пластмассовый. Так. И здесь китайские иероглифы или это символы, не уверен, как правильно нужно называть, обозначающие счастье. То есть на счастье, видимо. Чтобы принести... Позвать счастье к этому человеку, кто носит эту брошку. Итак. Застежка вот такая. Наверное, это 70-е и 80-е, что вы думаете? Приблизительно, да? Ну, может, не знаю, может, раньше. Так. Ага. Вот еще брошь. Вот такая брошька. И знаете что? Она серебряная. И у нее есть маркировка. Вот я вам покажу. Прочитать ее я не... А, ММА. Метрополитен Мюзейм оф Арт. Стерлинг, по-моему, там написано, да? И это означает только, что она еще и голд плейтит, скорее всего. Позолочена. Посмотрите. Брошь очень тяжелая. Очень немаленькая. Я думаю, сантиметров 8 она в высоту. Вот такая брошька. И мне как-то трудно предположить, что это такое. Мне кажется, что египетские какие-то портреты выглядят совсем как-то не так. Мне думается, что это не Египет. Хотя вот в этой части, вот так вот, я бы сказала, что Египет. Но когда я смотрю на голову, понимаю, что это... Может быть, какая-то Южная Америка. Может быть, оттуда. Там ведь древнейшие цивилизации жили когда-то. Так. Вот теперь я покажу вот эту брошь. Итак, прозрачный кристалл. Такие брошки с большим монокристаллом я называю леденцами. Даже если это не советская брошка. И, возможно, это Германия. Западная Германия. Вот такая игла. Здесь у нее... Ой. Ну, в общем, вот, видите. Замочек. Кристалл держится. Он завальцован туда, вот, видите. Не клапанами держится, а вот... Обжат вот так, по кругу. Вот такая брошка. Маркировки я не нашла никакой. Ну, вот, единственное, что я вижу, очень необычная какая-то конструкция здесь надета на иглу. Не знаю, что это такое. Может быть, кто-то знает секрет этого приспособления какого-то. Так, давайте. А, куда я? Вот сюда. Так, теперь я покажу вам вот такую камею. Очень похожая камея у меня уже есть. Сейчас я ее найду. Итак, я подумала, что вот эта камея очень похожа. Ну, в общем, где-то можно так сказать. Но у меня здесь gold field. Есть маркировка об этом, вот там прописанной. Или с этой стороны, или с этой стороны внутри. На этой брошке я не... А, есть вот что-то. Ой. Итак, маркировка на новой камея вот такая. 925, да? И что-то вон еще там. Незнакомая мне маркировка. Может еще быть подвесочкой. Вот. Но это я давно купила. По-моему, года два назад. И вот появилась новенькая камея. Здесь натуральная раковина. Вот. Ой, извиняюсь за руки свои. Садовод. Изгадила все свои руки. Уже все это не отмывается, ничего. Итак. Вот. Брошку я почистила. Ну, вот все равно что-то тут вот. Как будто какая-то липкость намазана что-то. Не знаю, что это такое. Ручная работа, резьба. И здесь, и здесь тоже. Две красавицы. Смотрят друг на друга. Так. Раз уж я достала эту брошь, пусть она лежит. А теперь... Вот эту брошечку вам покажу. Так. Вот. Ага. Глаз вверху. Вот такая брошка. Брошка тоже серебряная. И посмотрите, какая на ней маркировка. Вот так, по-моему, если не ошибаюсь. Так. Ой, нет. Вот так. Ошибаюсь. Дейнкрафт и стерлинг. Серебряная брошка Дейнкрафт. И здесь такое впечатление, что это не стекло, а гематитик, что ли. Видите, он не в глухую приклеен, а... И не светится. Если бы это было стекло, оно же было бы таким каким-то полупрозрачным. А здесь такой солид, хороший такой цвет. Совершенно непрозрачный. Значит, может быть, это гематит. Нет у меня прибора, которым проверять. То есть, вот еще такая брошка появилась. И теперь я покажу вам вот эту брошь. И это резная кость. Сейчас я поднесу поближе, чтобы можно было увидеть все характерные признаки того, что это косточка. Чья-то косточка. Кого-то скушали. Ага, вот с этой стороны виднее. И вот смотрите, как клей... Посадили, приклеили на клей вот эту вот булавку, застежку. И клей испортил. Кость пропиталась вот этим вот химией, этой ядовитой. И вон, видите, как испортилась. Но булавка держится все равно. Вот такая птичка еще появилась в моей компании. То есть, наша тема птичья сегодняшняя. Так, и вот теперь я покажу вам очень интересную брошь. Я такого еще никогда не видела. Так, я попробую вот... Видите, она такая старая-то брошь, что изображения, там фотографии стоят. Вот, ну, сейчас вот на вас смотрит эта фотография. Там видно, что девочка, наверное, маленькая. Или мальчик, может быть. Ну, какой-то ребенок небольшой, да. Года три, наверное. Два-три года вот такой, мне кажется. Нет, по-моему, все-таки платьица со сборочками здесь на груди. Так, а теперь... Сейчас я вам покажу. Ой, это еще не все тут. Ой, застегивается она довольно крепкая. И расстегнуть-то трудно. А теперь переворачивается. Вот видите как? Переверну и... А здесь вот другая фотография. Ну, скажите, неинтересная брошь, а? Запыленность внутри, под стеклом. Эту брошь я боюсь мыть и чистить, как обычные брошки. Потому что все-таки фотографии наверняка бумажные. И они от воды очень сильно могут пострадать. То есть двое детей здесь. Здесь вот помладше, я думаю. А здесь постарше. Я думаю, что это брошь родителей. Вот. Чтобы детей с собой фотографии носить. Такое... Ой, ага. Да. И здесь вот еще. И возможно, я не знаю, даже вот эта застежка, вот эта, она не родная. Может быть, ее припаивали позже. Мне кажется, тут есть следы пайки. А оригинальная застежка игла была вот здесь. Вот. Видите? Крепление для иглы. И... Крюк. Просечий хвост. Но, видимо, что-то с ней случилось с той иглой. И теперь стоит вот здесь. Вот такая. А! Так это оригинальная игла. Только ее почему-то поменяли местами. Поставили сюда. Вот не знаю, почему. Это застежка. Да. Наверняка это серебро и золото, я думаю. Вот. Судя по тому, как потемнел металл. Скажите, что мне что-то интересное подарили. Правда? Очень интересно. Детки чьи-то. Брошка антикварная. Вот, судя по крюку вот этому. Да и этот-то крюк старенький. Не какой-то там вот такой, где... Не прилепили к ней вот какую-то такую застежку уже готовую, да? А... А припаяли новый крючок. Вот здесь вот. Ну, в общем, вот. Изучаю теперь. Смотрю с удовольствием. Для коллекции, по-моему, это очень славно. Очень интересная брошка. Итак, сегодняшнее видео у нас завершает просмотр моих птичек. Всех я вам их показала. Ну, если кого-то... Вот мне... Я припоминаю одну брошку, которую я не показала, и я что-то ее не вижу. Не знаю, где она. Вот. Не нашлась вовремя, но, значит, покажу позже. Спасибо всем за внимание. Комментируйте эти брошки. Жду с нетерпением вашего отзыва. Берегите себя. Будьте здоровы. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»